Вчера эти команды также провели очный матч на ледовой арене Терминал. Тогда игра закончилась со счетом 4-1. Это был матч, перенесенный матч 15-го тура Украинской хоккейной лиги. А сегодня мы с вами будем наблюдать уже игру 23-го тура, который по календарю должен как раз в эти числа и проходить. После вчерашнего поединка главный тренер Дженералс Александр Сиукант изменений в составе не произвел. Стартовая пятерка киевлян выглядит следующим образом. Капитан команды защитник 21 номер Андрей Татаренко, номер 22 Данил Скрипец и тройка нападения. Десятый номер Овчинников Алексей, Илья Еловиков номер 9 и Костюк Алексей номер 49. Что касается команды Белый Барш, то тут есть изменения. Начнем мы с пары защитников Дмитрия Толкунов и Сергея Логоча тут без перемен. А что касается нападения, то к паре Руслана Ромаченко, капитана команды и Никиты Лесникова сегодня добавился Кирилл Бондаренко, который вчера еще не сыграл свой первый матч за команду Белый Барс. Он только присоединился к Белоцерковскому клубу и перешел он собственно из состава Дженералс. Сегодня вот он представляет первую тройку нападения. А тем временем игра у нас уже началась и Белый Барс с первых минут пошел атаковать. Я думаю, сегодня у них есть определенное реваншистское настроение, особенно учитывая комментарии тренеров, которые были после вчерашнего поражения. Поэтому я думаю, что нас сегодня ждет еще более принципиальная и интересная интригующая борьба, которая в принципе была и вчера, но сегодня мы уже получили такой свежий повод для новых эмоций, для новой интриги, для этого противостояния. Дженералс перехватывает шайбу, начинает они свою атаку, вход в зону довольно-таки уверенный, пас на пятак, но здесь защитники мешают подставить клюшку и выполнить бросок по воротам. Александр Боевых перехватывает шайбу, которая покинула зону Белого Барса. И команда уезжает быстро на смену. Хоккеисты в желтой форме сейчас пытаются провести свою атаку, вошли они в зону соперника. Шайба сейчас за воротами, прострел на пятачок не проходит. Хорошо играет защита. И сейчас в силовой борьбе Дженералс отбирают шайбу. Интересно, что Кирилл Бондаренко, который вот-вот только присоединился к команде Константина Буценко, вчера после матча удалось мне с ним перекинуться несколькими фразами. Так вот он сказал, такая забавная ирония судьбы, что только я перешел из Дженералс, так сразу команда выиграла. Напомню, что до вчерашнего матча была семиматчевая серия из поражений у киевской команды. А, соответственно, новая моя команда, сказал Кирилл, проиграла. Конечно, был он этим моментом огорчен немного, но пообещал, что сегодня результат будет противоположный. То есть белый барс добудет обязательно победу, говорит, потому что ведь буду играть я. Ну, посмотрим на такие самоуверенные заявления молодого нападающего, который в свою очередь в составе Дженералс забросил три шайбы и четыре раза ассистировал своим партнерам. Таким образом набрал семь очков в четырнадцати матча. Вот мы смотрим, что пока более настырно и более активно выглядят как раз гости. Опять белый барс у нас в зоне соперника. Логоть пытался от синей линии бросить поворотом, была не точная. Сейчас борьба на пятачке и фиксирует шайбу сейчас голкипер Дженералс. Показывает нам Константин Абуценко. Не нашел он вчера уже энергии и эмоций, чтобы пообщаться после матча с журналистами. Отправил он для этого дела Александра Бобкина на послематчевое интервью. Ну, действительно, непростая игра вчера была. Микулка борется за шайбу. Не удалось ему сейчас ее перехватить. И белый барс остается с шайбой на данный момент. Вернулись они в зону соперника. Опасный момент и это 1-0. Очень быстро удается по истечению пяти минут игрового времени открыть счет в этом матче белому барсу. Ну, я думаю, что да. Настрой после вчерашнего поражения, конечно, сверхбоевой, сверхмотивированы эти молодые ребята в желтых хоккейках. И сейчас подтверждают они это делом. Счет у нас открыт. Тем интереснее будет игра дальше. Посмотрим, как отреагирует на это дженералс. Назар Ружников, автор первой шайбы в сегодняшнем поединке. Напомню, что вчера матч начался с довольно-таки курьезного гола, который был на счету киевской команды, после чего удалось им во втором периоде увеличить свое преимущество и довольно-таки уверенно засушить игру, не дать сопернику ничего сотворить опасного у своих ворот. Да, был один гол, счет был 4-1, но довольно уверенно и комфортно чувствовали себя и контролировали хоть игры генералы. Ну, вот сегодня у нас противоположная ситуация. Посмотрим, как сейчас будет развиваться событие. Пытаются киевляне сейчас закрепиться в зоне соперника. Неплохой прострел был, но шайба слишком высоко летела и неудобно было ее переправлять в ворота, поэтому пропустили ее как и защитники, так и нападающие не смогли отреагировать на эту передачу. Александр Баевых за своими воротами отдает на партнера, но в средней зоне потеряли шайбу дженералс и вновь белый барс попытается провести свою атаку. Сейчас поцелуинка пытался бросить по воротам, заблокировал этот удар своей клюшкой соперник, но барсы продолжают очень агрессивно действовать в зоне соперника и сейчас со второй попытки они перехватили инициативу, но не более того. Повторяет нам этот опасный момент, который завершился взятием ворот. Ну и сейчас продолжается у нас игра. Вбрасывание осталось за киевской командой. Попробуют сейчас они провести свою атаку, но неудачно. В средней зоне случился у нас перехват. И Микулка что будет делать? Он простреливает, но Дорож уверенно фиксирует шайбу под своей ловушкой. Возвращаемся мы на терминал. И вот сейчас противостояние Руслана Ромашенко и миниатюрного молодого, можно даже сказать, юного Бориса Крикуна было на точке вбрасывания. Игрок киевской команды, казалось бы, вышел победителем из этой дуэли, но сейчас игра вновь продолжится с точки вбрасывания уже с противоположного фланга. И вновь Ромашенко Крикуна у нас с этой дуэли сегодня. В этот раз более опытный хоккеист выиграл шайбу для своей команды. Бросок был заблокирован, но сейчас пытаются, отчаянно пытаются, белосерковчане шайбу вернуть в свои руки. Получилось даже бросить по воротам, но не особо опасно это произошло. Не сбавляют темпов подопечные Константина Буценко. Пытаются они атаковать, пытаются они ошарашить соперника. Сейчас довольно курьезный такой момент. Шайба отскочила от клюшки. После того же Бориса Крикуна летела она в створ ворот Юрия Краснопольского, но вот эту вот прыгающую такую под дуге запущенную шайбу смог голкипер спокойно поймать в свою ловушку. Александр Боевых запускает шайбу по закруглению. Та за воротами достается игрокам белого барса. И посмотрим за очередной атакой за попыткой провести хороший маневр. Сейчас был неплохой финт в исполнении игрока белого барса. И что сейчас шайба за воротами? На кого отдаст передачу? Сам решил провести атаку, но неудачно сейчас это случилось. Шайба застряла в сетке ворот с обратной стороны, хотя можно было, мне показалось, отдать пас на шестого номера. В хорошей для броска позиции находился Павел Дворецкий, но возможно даже пожадничал его партнер в этой ситуации. Вбрасывание у нас перемещается в среднюю зону. Назар Ружников добыл шайбу для своей команды. Распределились по своим точкам под той тактической задумке, наверняка, которая была придумана перед этой игрой тренерским штабом игроки белого барса, но уже успели свою шайбу потерять. Но и у соперника ничего мы видим сегодня не получается в первом периоде в атаке. Что-то совсем не клеится пока что игра у хозяев площадки. Я вчера уже поднимал эту тему по поводу хозяев и гостей. Обе команды можно назвать исключительно номинально в этом плане. Сейчас был опасный момент, и Дорож столкнулся с нападающим белого барса. Мог бы оказаться там опасный выход один на один, но оффсайд зафиксировал рефери и сбрасывание в средней зоне. Так вот, что касается... Ух, какой дальний бросок опасный был сейчас, но мне показалось, что шайба летела выше, тем не менее среагировал на этот выстрел Антон Дорож и занялся в актив этот момент как и вратарю, так и атакующая команда. Довольно неожиданный такой эпизод. Довольно зрелищный. Так вот, что касается площадки, я напомню, да, что команда Белый Барс, несмотря на то, что свои домашние матчи официально проводят в Белой Церкви на ледовой арене Белый Барс, но тренируются именно здесь, на площадке в Браварах, на арене Терминал, поэтому для обеих команд сегодня можно сказать, что матч, условно говоря, домашний, потому что как одни, так и другие хоккеисты знают эту площадку как облупленную. Сейчас был очень опасный момент, но поднята рука арбитра, и у нас будет первое удаление в этом матче. Большинство будет у Белого Барса и Борис Крикун, активный Борис Крикун, которого мы сегодня уже не раз вспоминали, присаживается на две минуты. Посмотрим, как воспользуются своим большинством подопечные Константина Буценко. Дворецкий отдает на партнера, перепасовка через ворота и потеря шайбы. Смогли выбросить из своей зоны сейчас снаряд хозяева. Казиенко вошел в зону, но что-то не срослось с приемом шайбы, немножко технического брака сейчас случилось у игрока Белого Барса, но тем не менее его команда осталась с шайбой, она вроде бы закрепилась в зоне. Сейчас была попытка передачи, которую прервал вратарь. И продолжает у нас нагнетать ситуацию около ворот соперника. Команда из Белой Церкви, опасный был момент после броска Дворецкого, но сейчас может быть повторная попытка, нет, отдает пас. Опытный защитник. Продолжают владеть шайбой хоккеисты Белого Барса. Сейчас отличный был шанс для того, чтобы произвести бросок, но не попал, просто махнул мимо шайбы своей клюшкой на одиннадцатый номер Белоцерковской команды. Максим Ядловский не хватило защитнику холоднокровия и навыка такого нападающего убийцы, который вот воспользовался бы этой свободной зоной, которая сейчас перед ним открылась. Очень удобная была позиция для броска, но, наверное, перенервничал, переволновался и махнул мимо шайбы. Ничего, еще есть полминуты у Белого Барса для того, чтобы попробовать реализовать это большинство, хотя сейчас Дженералс очень умело выбрасывает снаряд на чужую половину, в чужую зону. Но сейчас уже Руслан Ромашенко, капитан своей команды, повел партнера вперед. Логоч. Логоч отдает на опытнейшего своего партнера. И тем временем, кстати, у нас заканчивается большинство. Да, появляется пятый полевой хоккеист Дженералс и составы у нас становятся таким образом равны. Ну, я напомню, что вчера также было достаточно много удалений и у Белого Барса к сожалению реализация большинства вчера хромала откровенно, потому что на двоих команды заработали 24 минуты штрафа, из них 8 минут были в распоряжении Белого Барса, но ни разу реализовать свое большинство не смогли подопечные Константина Буценко, который в том числе по этому поводу весьма негодовал вчера после поражения 1-4. Александр Баев сейчас поборется за шайбу в своей зоне. Удалось ее перехватить, выбросить в среднюю зону, но тут, как тут, игрок Белого Барса. Пока что у нас такой рваный темп игры. Шайба переходит от одной команды к другой. Сейчас опять навязывают борьбу сопернику в его же зоне Белоцерковчане и добиваются своего, перехватывают шайбу, входят в зону и может быть будет бросок с такой скорости нет. Пас и не смогли, не дали сейчас бросить поворотом игроки Generals оппонентом. Данил Скрипец там отчаянно боролся. Получилось у него выбросить шайбу, произвели смену хоккеисту Generals и сейчас Павел Дворецкий тоже забросил шайбу в зону соперника, сам поехал на смену. Возобновляется у нас игра на арене Терминал. После небольшой паузы хоккеисты вновь берутся за свое дело. Сейчас неплохой ракурс был, который нам показал практически все трибуны и видим, что в принципе по количеству болельщиков примерно такое же количество, как и было вчера. Нельзя сказать, что огромный ажиотаж на этом матче, конечно, но достаточное количество зрителей собралось, которое непонятно кого поддерживает, но с большим интересом как минимум наблюдает за сегодняшней игрой. Опасный момент сейчас. Бросок был поворотом «Дженералс» и отреагировал щитком, отразил эту шайбу Антон Дорож. Добивание не последовало, хотя сразу два игрока белого барса находились на пятачке. Белый барс продолжает свою атаку. Ядловский открылся под передачу, но, конечно, не под такую сильную. Шайба покинула зону нападения и сейчас смену провели обе команды быстро. Ядловский оставляет шайбу партнеру, сам тоже укатывает на смену и белый барс вновь пытается провести атаку. Бросок от синей линии зафиксироваться, чтобы в зоне был он выполнен. И у нас остановленная игра. сбрасывание будет в средней зоне. Еще один небольшой отголосок вчерашней игры. Капитан Дженералс, защитник Андрей Татаренко вчера в своем комментарии отметил, что белый барс это очень серьезная команда, которая сейчас могла удваивать свое преимущество. непредсказуемый рикошет произошел от борта, который быстро подхватил нападающий белого барса, но не смог переправить шайбу в незащищенный угол ворот Антона Дороша. Опасный такой момент возник он практически из ничего. Выбрасывали шайбу по закруглению и вот этот вот странный неожиданный рикошет едва не сыграл злую шутку с Дженералс. Так вот, капитан киевской команды отметил, что, да, белый барс это очень непростой соперник. Сейчас для Дженералс отметил, что играть против этой команды всегда тяжело, что мы видим сегодня. И также вспомнил он прошлый сезон, в котором вот такие игры одна за другой день за днем, когда команды играют друг против друга, они носят особый специфический характер, потому что сейчас проброс фиксирует рефери, будет у нас сбрасывание в средней зоне, потому что эти игры, на эти игры очень тяжело настроиться, той команде, которая выиграла первую встречу на следующий день, как ни крути, но и тренерам, и самим хоккеистам очень тяжело настроиться на повторный бой, опять выложиться на все сто процентов. отметил он это и мы видим, что подтверждаются его слова. Сегодня непростая игра, не клеится пока у дженералс, вот сейчас попытка бросить по воротам, но очень спокойно действует голкипер Юрий Краснопольский, отдает он сейчас шайбу рефери, для того, чтобы тот произвел очередное вбрасывание. Ну и посмотрим, как Александру Сеоконду удастся привести свою команду в чувства, вернуть ее на победную стезю, которая вчера, которая была вчера положена на начало. Я напомню, что первую победу дженералс добыли под руководством это тренера именно во вчерашнем матче. До этого не удавалось набрать полноценные три очка киевлянам. А что касается серии поражений белого барса, то она продлилась, к сожалению, для болельщиков этой команды и на данный момент она уже длится более чем полтора месяца. Последний раз на выезде был обыгран Харьковский Витязь со счетом 7-6 тогда закончился этот матч в Харькове. Было это, если мне память, не изменяет, 16 октября. Руслан Ромашенко подъезжает на очередное свое вбрасывание. Очень успешен этот нападающий в этом аспекте игры. Сейчас тоже удалось ему уверенно отыграть на точке вбрасывания. Его команда завладела шайбой, несмотря на то, что эпицентр действий сместился в зону белого барса. Сейчас попытка бросить поворотом неудачно, точнее, заблокирована она была защитником. Выбросили киевляне шайбу в зону белого барса и здесь Руслан Ромашенко старается начать. Хотел он быстро войти в зону соперника, но тут его уже втроем даже приняли киевляне. Александр Боевых там был за главнокомандующего, который своей массой придавил нападающего к борту. Отобрали они шайбу, но впоследствии в своей зоне сыграли не очень осторожно и сейчас опять белый барс завладел инициативой в чужой зоне, но шайба сейчас покидает у нас пределы площадки. Очередную смену проводят главные тренеры. Сейчас нам показывают лавку запасных Белоцерковской команды. Видно напряжение на лицах главного тренера и его ассистента Александра Бубкина. Продолжается у нас матч. Дженералс выиграли в бросовании и вошли в зону соперника сейчас неплохо комбинируют они, но нет, этот непонятный ни то бросок, ни то пас. Скорее всего, это была попытка отпасовать на партнера, но по такой дуге, таким навесом шайба отправилась точно в ловушку Юрию Краснопольскому, который сейчас жонглируя этой шайбой отдает ее арбитру матча очередное вбрасывание и небольшая неразбериха, после которой все-таки снаряд оказывается у хоккеистов из Белой Церкви. Нет проброса здесь, потому что первый на шайбе хоккеист в желтой форме и не удалось все-таки закрепиться в зоне. Сейчас опасный момент, но браво, браво Юрий Краснопольский, который сыграл на опережение, выбросил шайбу, но неудачно подхватил ее сейчас игрок Дженералс, ворота сдвинуты, игра у нас будет остановлена. Очень динамичный момент, быстро развивалась эта игровая ситуация и было довольно-таки опасно. Казалось бы, сначала Юрий Краснопольский выручил свою команду, но затем, возможно, если бы Алексей Костюк сразу после того, как перехватил шайбу, отважился на бросок с дальней дистанции по воротам Краснопольского, то можно было рассчитывать на гол, но получилось, как получилось. Дженералс продолжает свою атаку, сейчас шайба за воротами Краснопольского, на пятачке она сейчас находится, и там, да, защищают очень активно свои ворота игроки Белого Барса, вспыхивает у нас небольшая стычка, и там судьи уже вписались, активно очень толкаются хоккеисты, мы видим, там и краги полетели, и продолжается у нас эта стычка, разняли, разняли наконец-то хоккеистов, было это у нас со стороны Дженералс, видимо, 99-й номер Андрей Дворник, и сейчас его еле успокоили, конечно, да, с нервами сопроводили его на лавку штрафников, и 26-й номер Белоцерковской команды Воронин также наказан и пересел на лавку штрафников, обоюдное у нас удаление, и до конца этого периода эти хоккеисты останутся вне игры, потому что минута 25 у нас на табло до окончания первого периода, и две минуты им нужно отсидеть, то есть еще и на начало второго периода этих хоккеистов не смогут помочь своей команде, игра у нас продолжится в формате 4 на 4. Бросок по воротам краснопольского тот отражает в сторону, и сейчас белый барс просто спокойно выбросил на опыте Дмитрий Толкунов в шайбу в зону соперника, стережет он своего нападающего, за которого отвечает, вошли Дженерал в зону, и сейчас как раз за игроком, за которым следил Толкунов 10 номер Алексей Овчинников принял шайбу отпасовал на скрипца, опять Овчинников бросает, фиксирует краснопольский шайбу в своей амуниции, и отметим первый такой довольно опасный момент у ворот белого барса, дисциплинарный штраф у дворника, меньшинство у белого барса, и несмотря на то, что два хоккеиста находятся на лавке штрафников, численное преимущество именно у киевской команды, и сейчас они пытаются воспользоваться этим, хотя остается 10 секунд до окончания этого периода, но вот сейчас может быть удастся атака, вход в зону есть, будет ли бросок, 5 секунд остается, нет, зажали, зажали около борта подопечные Буценко своего соперника, и звучит у нас сирена, которая говорит о том, что первый период окончен, повлиял перерыв лучше, очень уверенно провели белоцерковчане первую треть этого поединка, перебросали своего соперника, согласно статистике 14-7 по броскам, то есть в два раза были активнее и опаснее угрожали воротам хоккейстов в желтых хоккейках, ну и сейчас мы видим, что спокойно начинается второй период, и вот опасный момент, ну как же так, не смог Воронин обработать эту шайбу, а был опаснейший момент, можно было выходить один на один на рандеву с голкипером и удваивать преимущество своей команды не получилось, и вот уже атакуют хозяева, не получается бросить в этом эпизоде по воротам краснопольского у Алексея Костюка, махнуло мимо шайбы, вот сейчас попытка номер два, опять его обезоруживают защитники белого барса, и пытаются провести свою атаку сочинить, здесь на смене что-то странное происходит, потому что шесть полевых у нас находится на площадке, и это соответственно у нас нарушение численного состава, очень как-то неслаженно сейчас получилось смениться у киевской команды, за что будет нарушение, общается мы видим сейчас Александр Бобкин с арбитром этого поединка, за нарушение и за нарушение численного состава понесли наказание свое дженералс, две минуты меньшинства и отбывать штраф у нас поехал Алексей Черемнов. Второе большинство для белого барса и перекладина сейчас спасает ворота. Игру высокоподнятой клюшкой, насколько я понимаю, фиксирует сейчас арбитр. вбрасывание у нас перемещается в среднюю зону. Так вот, второе большинство сейчас в этом матче для команды Константина Буценко первое реализовать не удалось. Посмотрим, как сложится с этим игровым аспектом ситуация во втором периоде. Закрепились в зоне Белосарковчане. Толкунов отдает на своего молодого партнера по защите на Сергея Логача. И продолжает первая звена терзать оборону соперника. Удачно они расположились. Вот бросок, опасный момент, подставлена клюшка и что там? Возможно добить? Нет, мимо ворот. Руслан Ромашенко наносил этот бросок в ближний от себя угол, но не попал в створ. Еще один бросок, Толкунов попадает в щиток голкипера. Тяжело, тяжело эти минуты проходят для киевских дженералов. По-настоящему прижали в этом большинстве барсы своего соперника. И вот сейчас опасный момент был, но Ромашенко не смог обработать шайбу. Толкунов опять на синей линии, Ромашенко возвращает Толкунову и обратная перепасовка и бросок от синей линии выше ворот. И вот перехватывают киевляне шайбу, входят в чужую зону. Есть у них время, чтобы смениться и перехват шайбы сейчас уже со стороны белого барса. Торопились они, чтобы провести свою атаку и слишком, видно, торопились, залезли в положение вне игры. 14 секунд остается на то, чтобы реализовать это большинство. Очень много возможностей для этого было у белоцерковчан в начале этого периода, но пока что с одной стороны где-то может быть и везет Антону Горо, что с другой стороны не получается нанести вот точный тут бросок не беручился по его воротам хоккеистам из Белой Церкви. Выровнялись у нас составы. Продолжаем смотреть хоккей в формате 5 на 5, несмотря на то, что свой дисциплинарный штраф продолжает отбывать 99-й номер киевской команды Андрей Дворник. В первом периоде он потолкался с соперником за противоположными воротами от тех, которые нам сейчас показывают и получил 10 минут штрафа за неспортивное поведение. переместилась игра у нас в зону Дженералс, но сумели отобороняться подопечные Александра Сеуканда. Свою атаку им провести не удалось. И сейчас вот Дворецкий пытается разогнать атаку своей команды. Нет, не удалось закрепиться в зоне. Снова Дворецкий с шайбой. Бросок по воротам Дженералс из средней зоны. И спокойно Антон Дорож фиксирует шайбу. Можно спокойно командам провести смену. И новыми свежими составами со свежими силами бросится в бой. Если Дженералс тут нужно сравнивать счет, то я вижу, что по настроению команды гостей они точно не хотят удерживать это преимущество, а хотят его развить и приумножить. Сейчас шайба не доходит до хоккеистов киевской команды, которые навязывают борьбу сопернику в его же зоне, но спокойно уверенно выходят из этого положения подопечные Константина Буценко и они уже находятся в зоне оппонента. Ядловский на синей линии шайбу смог сохранить в зоне, но к сожалению для болельщиков команды из Белой Церкви не удалось им сейчас провести стоящую атаку в то же время Дженералс ответили своим контр-выпадом бросок прямо по центру ворот, где и находился у нас Юрий Краснопольский. Уверен, он зафиксировал снаряд в своей ловушке и будет таким образом вбрасывание в зоне Белоцерковчан. проброс фиксируется в нашем сегодняшнем поединке. Возвращается шайба в зону Белого Барса и посмотрим за этим вбрасыванием. Николай Дворник поборолся за эту шайбу. Но придется повторить эту попытку и уже не он будет пытаться выбрать снаряд для своей команды. Хотя вот сейчас он едва не подхватил шайбу, но все-таки Белый Барс ею завладел и сейчас неплохой пас Лестников с шайбой но не увидел он партнера решил сам бросить по воротам чтобы не быть атакованным соперником. Шайба полетела в створ но никакой угрозы конечно она воротам не представляла и сейчас Лестников вновь боролся за то чтобы перехватить инициативу в свои руки. Это у него вышло но не до конца потому что шайба досталась в итоге сопернику но все равно Белый Барс настырно продолжает атаковать и потеря за потерей сейчас на входе в зону происходит в итоге Дженералс выходят из этой дуэли победителями и перебираются они ближе к воротам соперника сейчас нужно будет выкатиться потому что шайба пересекла синюю линию из средней зоны начинается атака бросок поворотом ближний угол фиксирует краснопольский эту шайбу ну и учитывая такой рваный темп возникают у нас острые моменты очень неожиданно давайте немножко передохнем посмотрим рекламу на экспорт мы вновь в прямом эфире на экранах у нас Константин Буценко только что был который воспользовавшись этой паузой долго что-то объяснял своим подопечным как следует играть наверное чтобы развить свой успех но сейчас посмотрим как смогут хоккеисты реализовать услышанное от тренера в эту короткую паузу бросок пока что поворотом белого барса скрипец от души приложился от синей линии шайба кажется летела мимо створа но все равно краснопольский среагировал и щитком отразил ее ближнему борту и сейчас уже в игре Антон Дорош который помог своим защитникам перехватить шайбу за воротами и вот хороший пас отличная передача выход один на один бросок нет взятия ворот и заслуженные аплодисменты раздаются по арене в адрес голкипера беллоцерковской команды сейчас он по-настоящему выручил своих коллег своих одноклубников которые откровенно провалились разрезающим пасом отличной передачей вывели вот мы видим повтор этого момента в ближний угол пытался переиграть краснопольского своим броском Алексей овчинников не удалось голкипер сыграл выше всяких похвал только что был еще один опасный момент у ворот белого барса но краснопольский кажется поймал кураж главное не сглазить сейчас конечно молодого голкипера вбрасывание белый барс у нас в атаке сенек пытается догнать шайбу нет опережает его оппонент но пока что шайба держится в зоне дженералс сейчас да сейчас она все-таки покидает ее выбросили за синюю линию и гляне снаряд и из средней зоны у нас опять игра перемещается ближе к воротам генералов сенек бросает и спокойно этот момент сводит на нет антон дорож сигнализирует этим свистком арбитр о том что сейчас будет вбрасывание в зоне дженералс толкунов с шайбой бросок это был такой наброс на пятак подставлена была клюшка но не точно после этого подставления шайба полетела в сторону ворот не угодила она в створ и у дженералс есть возможность провести еще одну быструю атаку только что мы видели такую попытку которая едва не завершилась взятием ворот и вот отличный финт и бросок и снова краснопольский что творит этот вратарь сегодня с таким голкипером конечно очень уверенно должны себя чувствовать сейчас игроки белого барса который проводит свою атаку бросок со средней дистанции отбивается вратарем несколько силовых приемов которые срывают аплодисменты с трибун и вот сейчас еще один бросок не точно Руслан Ромашенко сейчас отпасывал на партнера шайба за воротами и вот момент у Ромашенко мог отличиться сейчас капитан белого барса как он это сделал в прошлом матче но помешало ему что-то и вот уже атакуют хозяева ну и тут без шансов Краснопольский очень уверенно действует тем временем у нас закончился штраф Андрея Дворника напомню 10 минут этот хоккеист провел на лавке для штрафников после того как судьи инкриминировали ему неспортивное поведение и сейчас может быть с новой энергией а может быть со спортивной здоровой злостью он сможет вступить в игру и помочь своим партнерам и вот сейчас есть возможность для того чтобы провести неплохую атаку 3 в 3 выкатились хоккеисты Дженера но с приемом шайбы не заладилось сейчас у 10 номера Алексея Овчинникова и поэтому атака остроту свою потеряла несмотря на это была возможность вторым темпом провести атаку но сейчас вместо этого белый барс имел возможность для острого момента поворот соперника была обрезка и Дженералс уже быстро бросали поворотом Краснопольского но в этот раз не голкипер спас свою команду а защитник принял бросок на себя Игорь Микулко набирает скорость габаритный игрок Белоцерковской команды его бросок также приходится не в цель а в защитника но возможность продолжить атаку есть выглядывает он своих партнеров на синей линии нет бросает сам с разворота шайба отражена и Микулко в этом эпизоде активно сыграл и помог сейчас опять своей команде шайбу сохранить проброс проброс в этом эпизоде соответственно увидим мы с вами вбрасывание в зоне белого барса спешит арбитр на точку вбрасывания белоцерковчане казалось бы вышли победителями из этого игрового эпизода была возможность перехватить инициативу у хозяев площадки и будет еще нет не будет здесь в этом эпизоде проброса продолжают игру арбитры бросок от синей линии Ядловский в его исполнении был этот момент но не слишком сильно полетела шайба в створ ворот антона дороша который свою ловушку держал именно в той точке где было нужно Ядловский мы видели негодует присаживаясь на скамейку на лавку запасных можно было наверное он думает сыграть более успешно тем временем у нас игра продолжается и дженерал с острова угла пытались пробить краснопольского нет сегодня такие броски его не берут и Александр боевых здесь спокойно оттесняет своим корпусом соперника но вот когда два оппонента против него уже потяжелее но тем не менее все равно выходят победителем из этого противостояния и входят в зону хоккеисты дженералс довольно таки быстро и остро можно было сейчас провести атаку но вместо этого поехали на смену подопечные Сеуканда и сейчас уже белый барс пытается закрепиться в зоне соперника но не удается после блокировки шайба у нас покидает пределы площадки мы снова на ледовой арене терминал Александр Сеукант в этой паузе очень активно объяснял и продолжает до сих пор объяснять что-то своим подопечным в то время как Константин Буцаненко очень спокойно и так надменным даже может быть немножко видом стоял на своем тренерском мостике внушал он возможно спокойствие своим игрокам ну и посмотрим чему приведут такие действия главных тренеров сейчас очень-очень ошибаются в простой ситуации хоккеисты белого барса и непонятно как здесь шайба просто не оказывается в воротах шикарнейший момент был Алексея Костюка который уже казалось бы обыграл обыграл он Юрия Краснопольского но не смог бросить потерял он шайбу из своего поля зрения выкатившись уже на пустые ворота что ж когда Юрий Краснопольский отражал и сводил на нет опаснейшие едва ли не стопроцентные моменты дженералс он проявлял свое мастерство а сейчас фортуна повернулась к нему лицом как говорится везет сильнейшим очень сильно проводит этот поединок молодой голкипер белоцерковской команды и вот сейчас ему откровенно повезло посмотрим повезет ли белому барсу в этой атаке нет блокируется этот бросок защитником и дженералс опять входят в зону соперника но быстро шайбу теряют и белый барс сейчас постарается закрепиться в зоне соперника бросок по надбор там принимает эту шайбу Игорь Микулко борется он на борт около борта с двумя оппонентами и пока что тяжело определить кто выйдет победителем из этой схватки 4 хоккеиста там находятся и судьи останавливают этот эпизод готовы к вбрасыванию Руслан Ромащенко и Борис Крикун не в первый раз они уже сходятся на точке вбрасывания но вот сейчас Бориса Крикуна заменил Илья Генералов неудачно это сделал потому что удалось бросить сейчас Белому Барсу по воротам соперника но счет у нас остается прежним а судья сигнализирует о том что будет штраф у Дженерал за удар соперника клюшкой двумя минутами штрафа наказан Борис Крикун не первое это удаление для него в сегодняшнем поединке заведен на борьбу этот хоккеист и вот получается так что из-за возможно каких-то лишних эмоций подводит свою команду уже во второй раз с большинством пока у Белого Барса в сегодняшнем поединке ровно как и во вчерашнем не удается а вот такая ошибка Краснопольский перехвалили мы его и счет становится равным 1-1 гол в пустые ворота после ошибки голкипера забивает Николай Дворник вот так так да больше наверное я не буду Юрия Краснопольского хвалить смотрим мы за повтором этого момента вот казалось бы контролирует здесь полностью эпизод голкипер но отдает неточный пас и пользуется этим сполна нападающий Дженералс который перехватывает спокойно шайбу отъезжает чуть в сторону и по пустым воротам наносит точный бросок счет становится у нас 1-1 вот мы услышали уже и голос Константина Буценко который конечно недоволен таким развитием событий потому что ну могли могли на самом деле белосерковские хоккеисты удваивать свое преимущество неоднократно но и с другой стороны помним мы какие пожарные моменты были у ворот Юрия Краснопольского поэтому нельзя сказать что и Дженералс не заслужили не наиграли на этот гол что ж тем интереснее 1-1 у нас восстановлена полностью интрига в этом матче счет равный игра тоже в принципе можно сказать равная потому что в первом периоде подавляющее преимущество было на стороне белого варса во втором периоде мы видим что захватили инициативу подопечная Александра Сеуканда ну вот сейчас белый барс нужно как-то реабилитироваться в глазах своего тренера и в глазах болельщиков бросок от синей линии который фиксирует Антон Дорош видим прекрасных болельщиц которые сегодня посетили терминал а это уже хоккеисты которые едут на смену уступая своим партнерам место на льду и в этом эпизоде дженералс у нас берут 30 секунд тайм-аут что-то задумал опытнейший украинский специалист Александр Сеукант вот нам показывают главного тренера белого барса который в принципе уверен в своих подопечных и сейчас интересно будет посмотреть чем закончится этот эпизод на точке вбрасывания сейчас у нас будут бороться кто это это Руслан Ромашенко и 49 номер Алексей Костюк 49 номер генералов ну удалось выбросить шайбу сейчас генералам из своей зоны напомню что в меньшинстве сейчас еще 25 секунд нужно отыграть киевской команде бросок с дальней дистанции здесь возможность провести отличную атаку но заблокировалась эта попытка и сейчас Дмитрий Толкунов от синей линии опять набрасывает на пятак там толкотня суета и что накрывает накрывает кажется голкипер шайбу был был небольшой пожар да сейчас у ворот Антона Дороша смотрим мы повтор эпизода вот здесь да с острого угла конечно большая площадь ворот оставалась незащищенной голкипером и можно было поразить цель но в этом случае уже повезло киевским дженералс и тем временем составы у нас стали равными в формате 5 на 5 продолжается у нас игра вбрасывание очередное вбрасывание за белым барсом попытка прострелить во вратарскую зону с острого угла не увенчалась успехом сейчас еще один наброс на пятачок который спокойно нейтрализует Юрий Краснопольск прошу прощения Антон Дорош и несмотря на то что составы у нас выровнялись продолжает у нас игра проходить в зоне дженералс в среднюю зону выдавили соперника генерала и вот здесь хороший силовой прием против Сеника который тем не менее будет наказан двумя минутами штрафа две минуты у нас получит Александр Парупа и еще одно большинство для белого барса Александр Сеокон сейчас общается с арбитром этого матча с арбитром с арбитром и еще одно имя до сих пор 2 плюс 10 получил нарушивший правила игрок generals и очень непросто сейчас придется команде александра селканда видим мы что обломки клюшки лежат на льду но игра у нас продолжается пока убирать их никто не будет ну и белый барс получает неплохую возможность сейчас снова выйти вперед закрепились они в зоне соперника сейчас стали по своим местам логоть бросает от тени вот это да первое реализованное большинство и после вот этого казалось бы неуверенного броска от синей линии шайба все-таки попадает в ворота после того как клюшка была поставлена нужно посмотреть здесь повтор эпизода пока что радуется белоцерковская команда традиционное празднование взятия ворот и вот смотрим мы за этим эпизодом еще раз да кажется илья еловиков нет никита лесникова нам объявил диктор по стадиону тем не менее как бы то ни было счет у нас становится 21 это первое реализованное большинство у белоцерковской команды я отметим также что реакция трибун была довольно таки активная на этот гол белого барса в то же время как и когда отличались киевские генералы также трибуны встретили это событие аплодисментами это еще раз вот подчеркивает то что в основном за хоккей болеют сейчас здесь на трибунах все пришедшие возможно есть конечно персональные фанаты возможно может быть родственники хоккеистов которые болеют определенно за одну команду но в равной мере поддерживает как одну и так и другую команду сегодня зритель в равных составах у нас играют команду но белый бар продолжает давить на ворота соперника и вот сейчас опасно из-за ворот выкатывался 14 номер белоцерковской команды максим разумов но бросить по воротам он не успел и сейчас команда поехали на смену вбрасывание у нас выносится в среднюю зону константин буценко казалось бы был спокоен спокоен сейчас команда когда его вышла вперед он завелся опять что-то нервно объясняет своим подопечным попытка выбросить в чужую зону шайбу поверху закончилась тем что Данил Скрипец угодил в конструкцию под крышей такой тоже момент случается в нашем хоккее и согласно решению судьи вбрасывание перенеслось сейчас в зону дженералс бросок по воротам был заблокирован и шайба остается у белого барса но покидает зону атаки впрочем сейчас вот Андрей Татаренко капитан своей команды не смог подобрать бесхозный снаряд за воротами и опасный момент Микулко сейчас с разворота пытался затолкать шайбу в ворота соперника не удалось ему это сделать ядловский сейчас подхватывает шайбу уже в своей зоне отдает пас на Микулко Микулко вошел в зону но ошибся сейчас с передачей на Никиту Лесникова и вот опять Лесников с шайбой Лесников что сделает пока пытается финтить уйти от опеки отдает пас на партнера и после передачи ответная шайба угодила в клюшку в конек Лесникова не сумел среагировать на этот момент и очередной вход в зону бросок по воротам опасно было смог отразить эту опасность антон дорож и так незаметно в таком настоящем пылу борьбы у нас заканчивается второй период счет 2-1 очень интересная игра команды обменялись успели сравнять счет и Белый Барс успел опять-таки выйти вперед Игра на самом деле смотрится игра очень напряженная можно зарядиться от нее электричеством по-настоящему потому что бой не на жизнь а на смерть идет после вчерашнего поражения со счетом 4-1 Белый Барс показывает проявляет характер показывает зубы два раза команда Константина Буценко выходила вперед в этом матче на данный момент также она остается в роли лидера в этом поединке 2-1 счет во втором периоде у нас была ничья по разу отличились команды и сейчас будет решающие 20 минут не знаю может быть и не последняя в этом поединке но как минимум я уверен на 100% не скучный сразу у нас начинается игра с броска из средней зоны по воротам Белого Барса Дженералс нужно отыгрываться Дженералс нужно сравнивать счет но против этого конечно выступают хоккеисты в желтых хоккейках которые сейчас проводят острую атаку после броска Никита Леснякова автора второго гола Белого Барса было опасное добивание но справился и с тем и с другим Антон Дорош Руслан Ромашенко прошу прощения это был не он это был опытнейший Дмитрий Толкунов который разогнал свою атаку своей команды и поехал на замену и вот сейчас очередное вспыхивает в очередной раз эмоции у ворот Дженералс немножко потолкались хоккеисты но быстро разошлись и вбрасывание в их зоне сейчас будет в зоне Дженералс Максим Разумов выиграл для своей команды вбрасывание бросок от синей линии был отражен Антоном Дорошем и шайба была выброшена в зону Белого Барса где арбитры зафиксировали проброс и шайба вновь вернется на точку вбрасывания около ворот Антона Дороша Данил Скрипец по закруглению отправляет шайбу на своего партнера но перехватывает здесь очень успешно и расторопно действуют хоккеисты Белого Барса был опасный момент у ворот Дженералс но не закончился он точным броском Разумов решил притормозить начать атаку вторым темпом смениться своим партнерам и сейчас он сам лично входит в зону бросает по воротам выше но тем не менее с шайбой остаются хоккеисты Белого Барса очень интересный момент сейчас закрутил спираль вокруг ворот Дженералс нападающий Белого Барса но не успел не объехал он ворота быстрее чем развернулся сменил свой фланг голкипер Дженералс не смог нападающий завести шайбу в пустой угол ворот незащищенный но было очень динамично очень зрелищно вторая попытка наподобие предыдущей но в этот раз вновь выходит победителем из этой дуэли вратарь а у нас начинается драка драка начинается не на шутку но останавливает слава богу этот эпизод у нас арбитры и слышим мы что Константин Буценко тоже негодует такими действиями своих подопечных кричит он что ты делаешь своему игроку который полез в драку и сейчас присядет на лавку для штрафников Артем Казиенко у нас будет отбывать штрафы Данил Скрипец который решил ответить оппоненту также наказан двумя минутами Руслан Ромашенко выигрывает сбрасывание в зоне соперника игра у нас продолжается в формате 4 на 4 и и и и опять Ромашенко пытался обойти соперника но не дали ему это сделать силовой прием интересный продемонстрировал игрок дженералс оставил шайбу для своей команды но вот сейчас не разобрались друг с другом Андрей Татаренко и Алексей Овчинников шайбу потеряли белый барс в зоне соперника снова Ромашенко с шайбой Ромашенко выходит на образковую позицию но нет здесь хорошо действует голкипер но и что-то не получается зацепиться сохранить шайбу в своих руках у хоккеистов дженералс теряют они опять на ровном месте сейчас ошибся алексей костюк и белый барс в третий раз активничает активно начинает период дженералс пока больше сосредоточены на оборонительных действиях но именно им исходя из счета нужно сейчас себя больше проявлять в атаке а белый барс в этом плане действует по принципу лучшая защита это нападение просто не отдает шайбу сопернику и не позволяет ему угрожать собственным воротам но вот сейчас генералы вошли в чужую зону бросок не очень опасный низом по воротам краснопольского который забирает шайбу в свою ловушку и еще 19 секунд остается играть команду в формате 4 на 4 после чего хоккеисты вернутся на площадку и продолжит этот поединок у нас вбрасывание поторопился 14 номер белого барса со своим техническим действием Максим Разумов слишком хотел выиграть шайбу для своей команды это вместо него сделал его партнер а сам Разумов сейчас врывается в зону соперника на высокой скорости убирает защитника заходит за ворота набрасывает на пятачок бросок по воротам отражает дорож выровнялись у нас составы скрипец оказался на позиции нападающего отдает голевую передачу и это 2-2 гол забивает дженералс Андрей дворник отличается в этом эпизоде и тут конечно сыграла свою роль выход с лавки штрафников скрипца который как раз отсидел свой двухминутный штраф и появился как раз на площадке в том месте где и нужно было в этом эпизоде отдал голевую он передачу и Андрей дворник делает счет снова равным сейчас мы посмотрим за повтором этого эпизода очень динамичная быстрая атака удалась и не смог отразить этот бросок Юрий Краснопольский хотя почти ему это удалось мы видели что шайба коснулась голкифа но тем не менее счет у нас становится 2-2 и все заново начинается у нас интереснейший поединок мы сегодня с вами наблюдаем конечно можно было предсказать то что после вчерашнего поражения 1-4 белый барс будет огрызаться и тяжелее будет намного тяжелее будет дженералс так оно в принципе и оказалось дважды белый барс лидировал в этом поединке дважды дженералс отыгрывались и посмотрим у кого сил осталось больше после вчера и сейчас опаснейший момент был у капитана для церковской команды который с удобной в принципе позиции наносил бросок поворотом соперника но дорож среагировал на этот эпизод дженералс пытаются начать свою атаку но с трудом они пока что могут выйти из своей зоны наконец-то им это удалось продолжают владеть шайбой хоккеисты киевского клуба бросок от капитана команды от Андрея Татаренко неожиданно довольно въехал лидер своей команды в зону соперника отважился на бросок и не без труда конечно но Краснопольский зафиксировал шайбу видели мы вот сейчас повтор этого неожиданного довольно таки момента и капитан показывает своей команде что нужно идти вперед на своем примере мы знаем и Андрея Татаренко который может опасный сейчас момент был это был Данил Скрипец не удалось и вновь броска шайба отскочила ему прямо на клюшку но добивания не удалось и Алексей неудачно затормозил врезался в борт можно было так травму получить сейчас поехал на смену вновь у нас в атаке Дженералс опасный момент здесь отражает Краснопольский шайбу в сторону набрасывает еще раз на пятак это был Данил Скрипец не удалось сейчас Скрипец вместе со Шпаком обороняются Шпак должен сейчас выиграть для своей команды шайбу за своими собственными воротами удается ему это сделать кстати по поводу Юрия Шпака были подозрения на то что не сыграет он в сегодняшнем матче потому что во вчерашнем противостоянии получил он довольно таки болезненный удар было даже подозрение на перелом ключицы что удалось подслушать после матча возле раздевалки киевской команды планировали даже сделать рентген но все обошлось слава богу для этого хоккеиста и сегодня мы видим он в вторую сегодня он вновь помогает своей команде хорошо успешно обороняться и выходить в атаку что собственно сейчас будет происходить вовсайт угодил нападающий дженералс и сейчас мы с вами немножко передохнем посмотрим рекламу на экспорт после чего вернемся в прямой эфир возвращаемся мы на арену терминал закончилась у нас рекламная пауза во время которой оба тренера могли что-то подсказать своим подопечным но в этот раз Константин Буцевенко вновь не был красноречив спокойно он стоял на своем тренерском мостике в то время как Александр Сеукант очень активно опять что-то рисовал на своем планшете объяснял что-то игрокам возможно какие-то игровые схемы напоминал которые они натренировывали и вот сейчас опасно действовали хоккеисты дженералс был бросок по воротам который смог отразить краснопольский белый барс сейчас пытается зафиксироваться в зоне соперника пока что не особо этого удается отмечу также что хоккеист который отбывал дисциплинарный 10-минутный штраф Александр Парупа сейчас возвращается в игру свой штраф он отбыл и во время перерыва Александр боевых к нему подъехал показал ему что скоро ты возвращаешься улыбнулись друг другу посмеялись два хоккеиста дженералс такая хорошая атмосфера в киевской команде несмотря на все события которые мы знаем что случились с этим клубом как сказал вчера капитан команды Андрей Татаренко мы все начинаем с чистого листа ну и будем верить что вице-чемпионы Украины сохранят свой боевой настрой сохранят тот стиль хоккея который от них все привыкли видеть боевой агрессивный который приносит результат и вот сейчас очередная атака дженералс бросок сильно со щелчка решил бросить нападающей киевской команды но не совсем у него получился этот элемент тем не менее сохраняют шайбу сейчас киевляне бросают ее в зону соперника просто так ее отдают и едут на смену чтобы переодохнуть белый барс сейчас попробую провести свою атаку проброса не будет подставил в средней зоне клюшку игрок белого барса под этот дальний пас и белоцерковчане сейчас борется за воротами соперника выходят победителями из этой дуэли было очень опасно хороший был пас на пятачок но никто не нашелся там кто бы смог бросить по воротам тут же хотя рядом было три хоккеистов желтых свитера сейчас очень динамичный такой эпизод случился около ворот антона дорожа оказался на льду если я не ошибаюсь это был Казиенко столкнулся он с соперником ну и тем временем у нас будет еще одно удаление в составе киевских дженералс саламон шапира хоккеист который набрал два очка во вчерашнем поединке гол плюс пас на его счету получает две минуты саламон и это очередная возможность для белого барса реализовать свое большинство снова выйти вперед в этом поединке судьи судьи останавливают сейчас поединок и негодуют хоккеисты белого барса присядет на две минуты никита лесников получается что всего четыре секунды большинства было у белого барса соответственно сейчас в равных составах продолжится у нас игра опасную игру высокоподнятой клюшкой судят в этом эпизоде арбитр матча на правах капитана Руслан Ромашенко подъехал к арбитру чтобы выяснить ну либо попробовать доказать обратное что никакой опасной игры не было но это конечно ему не удалось и какой гол 3-2 отличное взятие оборот со стороны киевской команды вот это да шикарный бросок со средней дистанции точно под ловушкой прошу прощения под блокером у голкипера белого барса а у нас на противоположной стороне случилась какая-то травма Даниил скрипец сейчас мы видим кровь на лице защитника поздравляем мы конечно Алексея Костюка с взятием ворот соперника счет становится 3-2 впервые у нас выходит вперед в этом поединке пропустил я честно говоря момент как получил травму Данил скрипец оказали ему сейчас помощь игра продолжится мы видим с вами этот блестящий бросок прям под штангу хороший пас скидка назад и молниеносный бросок на который не смог отреагировать юрий краснопольский показывает нам тренера и ассистента белого барса Руслан Ромашенко у нас получает две минуты после коллегиального совещания судей видим мы сейчас что капитан дженерал сообщается с арбитрами Ромашенко не устает спрашивать за что за что ему дают это этот штраф но похоже что уже не отменят арбитры своего решения вероятно именно в эпизоде с Русланом было разбито лицо у защитника киевского клуба у Данила скрипца отмечу что это два экс-одноклубника которые прошлый сезон начинали в составе Донецкого Донбасса конечно не может быть здесь никакого злого умысла если таковой эпизод и имел место то исключительно в полу спортивной борьбы ну видим мы что раздосадованный Руслан Ромашенко сейчас также общается с судейским составом этого матча следим мы внимательно за тем как будет развиваться ситуация на льду Ромашенко стоит около открытой калитки на лавку штрафников видно неодоумение на лице этого хоккеиста точно так же как и на лицах те которые нам сейчас показали крупным планом лавки белого барса но тем не менее наказание есть и 3 на 4 продолжится у нас игра нужно будет выстоять в белоцерковской команде Татаренко сейчас с шайбой начинает он атаку своих одноклубников тем временем половина третьего периода у нас позади входят киевляне в зону соперника и здесь удается выиграть шайбу по борту и отправить на партнера и здесь можно да на синюю отдать где Татаренко Татаренко отдает пас также на своего коллегу ну не дошло дело у нас до броска хотя дженерал продолжает владеть шайбой и вот здесь опасный момент что нет не удалось и тут затолкать шайбу ворота соперника выбрасывают подопечные Константина Буценко шайбу в чужую зону успели они провести смену 45 секунд еще остается штрафа у Руслана Ромашенко и 8 секунд штрафа у хоккеиста киевских дженералс в зоне белого барса остается за киевской командой татаренко обыграл соперника но проиграл в физической борьбе в корпус сыграл хорошо хоккеист белой из белой церкви и интересный момент сейчас вошли в зону соперника белоцерковчане бросок был от души полетела шайба выше ворот и угодила аккурат в флаг киевских дженералс не знаю хороший ли это или плохой знак для киевской команды но вот так хоккеисты белого барса не попали в створ ворот зато попали в эмблему своего соперника продолжается у нас игра 4 хоккеиста белого барса на площадке и 5 игроков 5 полевых игроков у дженералс большинство сохраняется Руслан Ромашенко через 3 секунды появится на площадке и да 5 на 5 мы продолжаем смотреть хоккей составы вновь выровнялись не реализовали свое преимущество киевляне сейчас белый барс едет на смену игра у нас остановлена бросование будет в зоне белого барса и 7.33 есть у команды Константина Буценко и Александра Бобкина для того чтобы сравнять счет и выйти вперед что два раза уже удавалось по ходу этого матча и вот сейчас впервые белый барс выступает в роли отыгрывающейся команды после третьей шайбы дженералс но сейчас очень горячо было в ворот краснопольского могла таким успехом и четвертая шайба залететь в ворота белого барса вот удалось сейчас перевести игру в чужую зону Воронин бросил по воротам соперника не очень опасно это было шайба по воздуху близилась ко льду как раз в том месте где уже находилась заготовленная ловушка Антона Дороша спокойно голкипер шайбу поймал и соответственно сейчас у нас брасывание случится уже в зоне киевской команды на синей линии держалась шайба недолго набросили ее в сторону в ворот и там сейчас нешуточная борьба развивалась Игорь Микулко корпусом пытался оттеснить соперника что в принципе ему получилось но перед этим киевляне выбросили шайбу в чужую зону Белый Бар сейчас пытается провести быструю атаку да входят 3 в 3 в принципе был выход у Белоцарковчан но не удалось не бросить ни пас отдать в этом эпизоде и перехватывают шайбу киевляне и сильный слишком сильный пас сейчас был отдан в зону нападения чуть-чуть слабее и могла быть очень острая быстрая атака со стороны дженералс но не случилось этого и сейчас шайба где-то где-то под вратарем как я подозреваю потому что опять сутолока около владений антона дорожа которая была остановлена только судейским свистком сменились хоккеисты из белой церкви павел дворецкий сейчас ждет ждал мне казалось пас на синей линии но решил его партнер сыграть индивидуально это у него вышло не результативно не эффектно и игра уже переместилась в противоположную зону зону атаки дженералс где силовую борьбу сейчас проиграли киевляне дворник не смог завладить шайбой впрочем как и белый барс сейчас подустали немного хоккеисты и выйдя в среднюю зону просто забросили шайбу на треть поля соперника сами поехали на смену и сейчас со свежими силами опять Павел Дворецкий у нас разгоняет атаку хоккеистов в желтых свитерах Кирилл Бондаренко новобранец Белоцерковской команды не смог сейчас принять этот пас отметим что Кирилл сегодня уже отметился первым набранным очком в новой для себя команде отдал он результативный пас напомню напомню что вчера удалось мне после матча пообщаться с Кириллом который пообещал что сегодня команда белый барс обязательно одержит победу потому что он будет играть в первом матче он еще не успел дебютировать во вчерашнем ну вот после того поражения 4-1 вот он пообещал что я выйду на лед и поэтому мы победим но все складывалось так как и он обещал первые два периода но сейчас мы уже видим противоположную картину счет в пользу киевской команды нужно исправлять Кириллу эту ситуацию кому как не нападающему это нужно делать к первому набранному очку за успешный ассист было бы неплохо ему и добавить очко за взятие ворот но пока не удается что-то разладилось в атаке у белосарковской команды из средней зоны атакуют гости ворота киевлян и вот сейчас есть возможность провести свою атаку у киевской команды не слишком густо было в зоне белого барса не слишком много игроков было и поэтому много достаточно свободного пространства было у Ильи Яловикова бросил он с острого угла но Краснопольский смог среагирует на этот бросок среагирует на этот бросок тем временем у нас менее четырех минут уже остается до окончания этого поединка и в атаке были киевляне киевляне которым в принципе нужно удерживать победный счет конечно можно его и развить но атаковать сейчас по логике больше должны стремиться именно хоккеисты в желтых свитерах а мы видим что игра сейчас сосредоточена в зоне обороны белого барса заглянем с вами в турнирную таблицу после 20 игр дженералс имеют в своем активе 28 очков и четвертое место три очка первые три очка под руководством Александра Сеуканда они набрали во вчерашнем поединке против белого барса а Белоцерковская команда имеет лишь шесть очков в своем активе и идет на последнем месте в турнирной таблице что честно говоря судя вот по сегодняшней и по вчерашней игре ну тяжело как-то себе представить что за двадцать одну игру только шесть очков сумели набрать вот эти вот ребята которые на самом деле очень достойно выглядят и навязывают очень хорошую зрелищную борьбу в каждом матче но есть такие моменты да что где-то не хватает терпения где-то не хватает опыта и выдержки чтобы победный во многом для себя поединок довести до логического конца вот сейчас опасный бросок был поворотом дорожа но вратарь выручает свою команду помним мы эти досадные поражения белоцерковской команды когда на протяжении большей части игрового времени они лидировали в том же матче и с кременчугом и с харьковским витязем но потом после одной пропущенной шайбы команда к сожалению начинала сыпаться и уступала зачастую с разгромным счетом ни один и не два раза такое случалось но сейчас пополнили свой состав опытными хоккеистами белоцерковчане и вполне возможно что именно в этом аспекте должны прибавить в плане командной психологии в плане выдержки вот этой как раз которая позволяет в решающие моменты выстоять в решающие моменты отыграть так чтобы покинуть площадку с высокоподнятой головой и главное набранными очками турнирные таблицы подбирает шайбу со льда арбитр сегодняшнего поединка готовит он вызывает он хоккеистов на вбрасывание со стороны дженералс автор заброшенной шайбы и николай дворник сейчас будет бороться за игровой снаряд не удалось ему выиграть эту дуэль и белый барс сейчас пытается начать свою атаку разумов подбросил шайбу так что микулка было удобно ее догнать и завладеть ею микулка сейчас борется на борту против двух соперников и все таки шайбу у него отбирают но вот сейчас подкоровулил сзади ехал Игорь забрал шайбу еще один момент опасный у ворот дорожа был бросок в створ ворот но не было ни рикошета ни попытки добить потому что очень уверенно сыграл Антон дорож в этом эпизоде спокойно команды едут на смену и тем временем у нас так быстро и незаметно две последние минуты третьего периода наступают сейчас об этом я думаю объявит диктор по стадиону так и есть и эти две минуты мы будем ждать каких-то открытых и откровенных действий от подопечных Константина Буценко я не удивлюсь если выпустят гости шестого полевого сняв Юрия Краснопольского пока наверное об этом говорить рано но полторы минуты уже остается Белый Барс с шайбой Дженералс перехватывает инициативу и через среднюю зону сейчас мчит к воротам соперника Алексей Овчинников не получилось ему достаточно остро завершить эту атаку очередная смена минута 0.8 до окончания и вбрасывание у нас будет в зоне Белого Барса В случае победы Дженералс останутся четвертыми но преодолеют отметку в 30 очков 31 балл станет в их активе ну а если Белому Барсу сейчас за последние 50 секунд удастся все-таки забросить третью шайбу то мы с вами вероятнее всего станем свидетелями овертайма сейчас неудачная попытка войти в зону соперника торопятся спешат и нервничают все-таки подопечные Константина Абуценко и не заметили как угодили в офсайт Брасане в средней зоне остается за киевской командой очень быстро сейчас тикают секунды для Белого Барса и слишком медленно тянется время для команды из Киева показывают нам одного из героев сегодняшнего поединка голкипера киевских Дженералс Антона Дороша не только его одного можно назвать героем матча но и пропустивший три шайбы Юрий Краснопольский не менее заслуживает на это звание но его команда к сожалению пока к сожалению для болельщиков Белого Барса сейчас проигрывает 30 секундный тайм-аут у нас был взят сейчас и на вот эти последние секунды чуть больше чем полминуты у нас там остается игрового времени оба тренера сейчас будут пытаться реализовать свой какой-то тактический план свою наработку Константин Буценко наверняка хочет объяснить хоккеистам своим как быстро сейчас доставить шайбу в сетку ворот Дженералс а Дженералс в свою очередь я подозреваю будут просто отбиваться и в случае если перехватит сейчас шайбу то вероятнее всего было бы логичнее выбросить шайбу в зону соперника тем более что ворота ворота сейчас остаются пустыми 6 полевых игроков на последние 42 секунды игры остается у Белого Барса и мы смотрим за этой атакой ну и как же так неудачно сейчас принял шайбу дворецкий подхватили ее его партнеры и продолжают они держаться в зоне 25 секунд у нас Толкунов Толкунов отдает на партнера опять перепасовка бросок от синяя и выше был там рикошет опасный 14 секунд в атаке Белый Барс еще один бросок от синяя и гол Руслан Раващенко 3-3 вот это да за 8 секунд за 8 секунд до окончания основного времени этого поединка Белый Барс забивает забивает такую нужную для себя шайбу сравнивая счет в этом поединке в поединке в котором дважды белоцерковчане лидировали в счете потом упустили свое преимущество и за 8 секунд повторюсь удается реализовать численное преимущество сняли вратаря гости этого матча и если за 8 секунд у нас не случится еще какого-нибудь хоккейного чуда смотрим и за этим эпизодом сильнейший выстрел чуть дальше чем от синей линии который поражает цель настоящий капитан своей команды Руслан Ромашенко в самый тяжелый и решающий эпизод отважился на этот бросок который оказался точным заканчивается у нас основное время этого поединка и впереди нас ждет увлекательнейший экстра тайм ну что ж друзья мы с вами продолжаем наблюдать за увлекательнейшим матчем 23 тура украинской хоккейной лиги которые сегодня проходят в городе Бровары на ледовой арене терминал и у нас после 60 минут игрового времени счет равный 3-3 и именно в формате 3 на 3 по такой вот иронии чисел у нас продолжается игра это овертайм это игра до одной ошибки и вот сейчас первый бросок в этом овертайме на счету белого барса угрожал воротам сейчас 18 номер Кирилл Бондаренко новичок белосерковской команды который совсем недавно покинул состав именно киевских дженералс было бы конечно очень символично если бы он отличился победной шайбой в этом матче пусть не в этом эпизоде но было бы конечно это действительно очень ярко и необычно сейчас блокируют выстрел дженералс игроки белого барса там остается лежать на льду хоккеист дженералс и 3 в 2 пока есть возможность провести атаку бросок из убойной позиции сейчас наносил бросок Дмитрий толкунов но выше выше шайба полетела поменялись у нас хоккеисты на площадке и Максим Разумов сейчас боролся за это вбрасывание его он проиграл и дженералс попробует провести свою атаку бросок со средней дистанции неудачно и не особо опасно но вот сейчас Александр боевых что он сделает нет хорошо бросается под шайбу сейчас очень самоотверженно действует Максим Ядловский и белый барс успеет провести свою атаку атаку нет вернулись вернулись три хоккеиста дженералс сейчас успели даже они произвести смену и сейчас разгоняется новая атака Павел Дворецкий с левого края сейчас отдает передачу на Максима Разумова Разумов возвращает на защитника тот бросает от синий выше ворот снова Александр боевых у нас с шайбой на Данила скрипца боевых тем временем поехал на смену скрипец входит в зону соперника скрипец посмотрим на его атакующие навыки ой какой момент сейчас от конька могла конечно залететь шайба в ворота но но не закончился этот игровой эпизод взятием ворот и вбрасывание в зоне белой церкви Данил скрипец поехал на вбрасывание не удалось ему выйти победителем из этой микро дуэли и у белого барса есть игровое пространство и время возможность провести атаку Руслан Ромашенко воодушевленный я думаю наверняка своим голом капитан белоцерковской команды эту атаку начал но сейчас на опасную позицию выходил не он и посмотрим чем закончится закончится эти кружева заканчиваются отличным победным голом ворота киевских дженералс белый барс забивает и выигрывает эти два очка вырывает в матче против киевской команды таким образом берет команда из белой церкви реванш за вчерашнее поражение в овертайме победа достается именно этой команде 8 очков после такого достижения будет у белого барса и мы поздравляем молодую команду Константина Буценко с этой волевой действительно очень зрелищной победой смотрим мы за повтором за повтором этого гола ну и сегодня я немножко наванговал когда я перехвалил голкипера белого барса потом он пропустил вот и сейчас по поводу Кирилла Бондаренко я сказал что было бы очень конечно знаменательно если бы он отличился победной шайбой в этом матче ну извините меня болельщики Generals не хотел я как-то сглазить какую-либо из команд но так получилось что именно он становится автором победной этой шайбы долго плели кружева в зоне соперника Белоцерковчане и добились своего что ж это был отличный матч он не 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 на ли не он Продолжение следует...